Ого, глянь, какая вода грязная! Да, прямо черная. О, прям как будто там... А, так здесь река какая-то впадает. Морской такой запах. Просто он более резкий. Здесь уже и водоросли. То есть они либо цветут, либо цветут. Вот, соответствующий цвет моря. И много вот чая. Наверное, здесь выбрасывает всякую живность. Может быть, ракушки. И они вот ищут пищу. А я вам сейчас покажу, как впадает река. Здесь вообще все черное. Как будто нефть разлила. Что происходит? Сейчас посмотрим. Вот река впадает в Черное море. И вода тут вообще жуть, просто грязнющая. Фу! Вот такое море здесь. Цвет. Но он черный за счет водорослей. Вот, видите? Ох, меня окатило водой. Брызгами. И такой пляжик. Как раз 44 человека. Даже с палатками. Смотрите. Вот, он добивается. Ветер с ума сойти. Меня сейчас унесет. Такой небольшой пляжик. И, по всей видимости, спросом он не пользуется. Популярность. За заборчиком построили апартмент. Комплекс такой целый. И он еще, по всей видимости, достраивается, поскольку кран стоит. Опа, труба. Сейчас я пройду по трубе. Главное не упасть с камеры. Все ради контента. Вау, она черная. Тут просто жуть. Может, это и не река вовсе? Что-то слишком грязная вода для реки. Смотрите. Она просто черная. Хотя пахнет тресной водой. Жуть. Просто чернющая. Ну что же ты, бедненькая, здесь ищешь? Неужели здесь что-то есть? Капец, черная. Чайки что-то выискивают. Это явно пресная вода. Короче, вы поняли, да? Я на трубу забрался. Такой у меня экстримчик. Смотрите. Такая грязная. Фу, вонючая. Такой ил. Запах ил. Кому известен такой запах. Так, пробираюсь. Ай. Должно не шарахнуться. Ну, ничего. Мы тут. Раз, два. И я на другой стороне берега. Ну, ты им вообще крошечки бросаешь уже. Все не воробьи. А там оточки красивые. Серые. Коричные. А вы местные жить? Ну, почти. А это река или что? Или это сброс какой-то? Вообще, это байбуга река. Хотя бы была даже беседа входная. Как байбуха? Байбу. А, байбуга. А я ее назвал бульбе. Байбуга, да. Ну, а сейчас, видите, сброс. И там везде все сейчас сбрасывается. Ну, конечно, превратились по-моему. Да, вода просто жесть. Маклё. Здесь много ила. Хотя вот мальки, я смотрю, какие-то плавают. То ли мальки, то ли головастики. Кто там? Уточки были крупные, коричневые. Большая, пахата жаба. С Певденной Шри-Ланки, да? Хорошая шутка. Кто знает, тот поймет. Это серия из Южного парка. На украинском Атентиве. Мы идем в город. Вышли только, вышли с набережной. И идем в город. Скорее всего, что-нибудь перекусить. Попить какой-нибудь холодный бакси-кул. Да, решили с жемчужного пляжа пойти на городской. Там как-то поживее, поинтереснее. Ну, может быть, не сам пляж, а именно атмосфера такая городская. Море в городе. И, может быть, там и по загораем. Я уже, мне кажется, прихватила загорочка. А идем мы по улице Федько. Видишь, я уже прихватила загорочка. Да. Он у тебя и был. Разве не так? Прихватила с собой. Аттракционы в парке Комсомольске. Чуя. Подвеска. Разные аттракционы. Не спим, не спим. Сейчас должны подойти и курортники. А представь, что же целый день так на жире просидели. Кстати, убрали. Здесь же был этот парк вот этих чучел. Помнишь, из Мишуры мы в каком-то одном из видео показывали? Разве здесь? Были слоники всякие. Детский такой парк. Но, видимо, не пользуется он спросом. Его демонтировали. Это мы идем по Комсомольскому парку. Так, мы решили пойти все-таки не по набережной, а по улице Федько. Хотим выйти на улицу Галерейная и уже там свернуть на набережную. Но предварительно, конечно, покушем. Скорее всего, в Бестро. Ну, определимся чуть попозже. Так что, вот, первый влог, где я в кадре. Так я вот выгляжу. Так что смотрите на меня. Вот, выйдем на Галерейную. Там есть хорошая кафешка-бестро. И там уже мы покушаем и пойдем дальше на набережную. Будем искать какой-то пляж для отдыха. Правильно? Не какой-то, а городская набережная. Он так и называется? Не, он называется Камень. Да, Камешки. Камешки. Пляж Камешки. Многие скажут, что там стоки канализации, там вонючая вода. Не знаю, посмотрим. Так, а вот мы проходим музыкальную школу. Петр Ильич Чайковский. Обухова. Вот такие вот знаменитости. Это что у нас? Феодосийская детская музыкальная школа номер 2, кстати. Да. Значит, детская первая. Молодой дождь. Насыпадем уже. Это обратите внимание. Ну, что, да? Родился в 1839 году. А вот это изречение в 1789. Так, ну и что это означает? Ну, это изречение, мыс, он сказал раньше, чем родился. А, это ему приписывают? Да, это ошибка здесь. Вот он родился, да? В 1839. А этот, он был феодосийным, лучший корсок называется. Произвелся там в 1789 году. И Айвазовский Иван Константинович. Это великий русский художник-маринист. Каринист. Ну, его мы знаем. Великая галерея, да? Чего стоя? Конечно, конечно. То, что галерею, он всю феодосию держал. Поднял их водопровод и благоустройство. Молодец. Своё фамилия Гайвазя. Да вы что? А Айвазовский это псевдоним? Да, 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 да. Своё фамилия Гайвазя. Я так понимаю. А это кто он по-национальности? Арменин. Арменин. Арменин они здесь жили. Крымский Арменин? Да, понятно. 45 учащихся. А почему тебя заинтересовала музыкальная школа? Потому что это мой профиль. У меня есть незаконченное музыкальное образование. Кто не знает, Женя занималась на отделении фортепиано, да? Да. Верно? Да, верно. И она настолько хорошо играла, что её звали играть на каких-то утренниках, праздниках. Сколько тебе лет тогда было? Скорее популяризировать эту школу. Ну, может быть, но тем не менее, ты же выступала, играла, да? Конечно, афиши были расклеены по всей школе с моим именем. Представляешь, сколько лет тебе было? Не, я была в третьем классе или во втором. Нет, во втором, по-моему. Ну, лет восемь, конечно. Ну, семь-восемь, да, где-то так. Ну, вот вы видите, поэтому. Женя многогранный, талантище. Вот мы и вышли к центральному фонтану улицы Галерейны, музею Александра Грина и Уин. Ну, а мы пойдём покушаем в Бестро. Видишь, как здесь живенько, Саша. Да. Сегодня выходим. В Бестро сходим, покушаем и пойдём на море уже плавать. Правильно? В выходной день, посмотри, сколько людей. Да. Несмотря на то, что объект. Только один в пятницу. Ну, как много, не очень-то и много. И стоило мне только отвернуться, как Женя тут же забежала в магазин обуви. Ждём. Или пойти её снять-то. Что она там выбирает? Давайте посмотрим. Что есть модели подходящие. Ну, вот кеды я хотела глянуть, вот белые. Понимаешь? Я искала тебя. Именно такую? Ну, а ты, я именно такую хотела. Видишь, они как под кедами. Они мягенькие, и они такие коротенькие. Угу. Четыре стола. Обуви вагон, даже сапоги были там классные. До спорта, как я люблю. Я люблю высокий сапог. Мне надо так, чтобы сапог доставал до шеи. Вот такие. Слушай, у меня голос так и не восстановился. Я немножко простыла, поэтому у меня он сел. Мороженое, может, хочешь, Саша? Мороженое до 39 рублей. Да, ты здесь съел. По 29. Не хочу. Тебе понравилось, а мне не очень. Ты его уже, наверное, не продаю. Как не продаю? Чего бы вы его не продавали? Продаю. Не хочу. Разгар сезона. Так, давай пообедаем. Вот бестро. Посмотрим цены. Классический прием запрещенный. Показываем цены и идем обедать. Как тебе обед? Ты, как всегда, как накормишь меня, теперь я точно не утону. Или поправишься, да? Ну.